добрый день видео по запросу психосоматика геморрой что такое геморрой мне можно верить а можно и не верить но наше тело это вот как на атомной электростанции есть табло и каждый отдел каждая какая-то область за нее отвечает какое-то там табло и какая-то лампочка если в каком-то месте неполадкой что-то происходит начинает моргать лампочка у вас автомобиль есть или вашего и половины до замечали что когда что-то где-то какие-то неполадки начинает моргать лампочка ли вот она загорается красная или желтая можно поехать и выкрутить лампочку она светится больше не будет но проблему то вы не устранили вы же не решили эту задачу допустим там с двигателем что ты или еще какая-то система вот у меня там колесо если спустила он начинает выдавать датчик можно конечно отключить эту лампочку но колесо то не накачалось и с двигателем вопрос не решился если вы выкрутили лампочку когда вы выпиваете таблетку это все равно что выкрутить лампочку но ситуация внутри от этого не решилась то есть вы как-то заглушили это это вас не беспокоит но вопрос не решился вообще никаким образом так вот мне тут вопрос задали геморрой геморрой это за что у вас отвечает эта часть тела то есть вы выводите из организма отработанный материал и когда возникает там воспаление то есть там вены воспаление то есть вот эта мышца на выходе она видоизменяется она идет в напряжении и у нее происходит воспалительные процессы но если по-русски сказать матерным языком это человек с говном расстаться не может что значит человеческим языком это старые мысли какие-то устой какие-то внутренние ваши принципы вот есть у вас что-то внутри это может быть материальные заметьте вот эти люди они что-то выкинуть для них это страшно или отдать вот ну ладно пусть до лучших времен и вот это вот это у них гаражи обычно захламлены там в квартире очень много ненужных вещей у людей у которых геморрой у них а вокруг них много ненужных вещей они очень сложно расстаются с материальными вещами и вот здесь с какими-то вашими придумками то есть есть какие-то установки в голове и очень жестко за них цепляемся то есть отсутствие гибкости то есть мы сложно что-либо отдаем ведь мир он такой очень интересный пустота она всегда чем-то заполняется а если у вас нет пустоты у захламлено то туда не может ничего прийти нового вот если лёва сейчас снимает меня у меня есть удобные кроссовки для определенных вещей вот они стоят в коридоре он уезжая сегодня вместе с камерой прихватит мои кроссовки вот вряд ли конечно это случится ну допустим а я с ними в этих кроссовках гуляю с собаками и вот на пробежку выхожу у меня образуется вакуум пустота видимо завтра вместо этих кроссовок будут другие еще лучше еще интереснее там технологии вперед шагнули знаете как только образовалось пустое место у меня автоматически на этом месте будет другая вещь но если легких не заберет мне придется в этой зимой в них ходить дальше вот не попишешь ничего ну так как они еще хорошие и так далее для того чтобы пришло что-то новое нужно расчистить нужно расчистить ваши завалы геморрой лечится здесь для начала чтобы вы мне не говорили ангина давайте про ангину поговорим центр принятия решения он обычно обесточенный у каждого человека внутри идет внутренний диалог и в идеале когда эти части договариваются они внутри разговаривают и договариваются я учу этому на индивидуальной работе но это единицы а в основном там происходит бои без правил там вот так горло болит это задавленный гнев когда вам хочется сделать на внешний мир а вы себе этого не можете позволить и вы задавливаете и он на тонком плане выглядит вот как небушка голубое-голубое и центр должен быть голубым а у вас этот центр приобретает цвет сенсорной плиты очень оранжевый яркий цвет и вот он накалился до невозможно или как мои ногти уже там в конечной стадии то есть это красный такой огненно-рыжий красный такой цвет гнев внутри задавленный гнев гной гной это гнев если что вышедший наружу и мороженое было запускным механизмом который запустил этот процесс это было бы вы в машине проехали форточка была открыта вы бы придумали или там в автобусе или немножко чуть прохладнее воды выпили ну то есть вы бы придумали где организм форточку найдет но все эти форточки это запускной механизм а на самом деле вы задавили внутренний гнев и у вас вы здесь разорвалась граната это гной вот она ангина просто порядка 18 лет не болею у меня не ангины нет и с гриппозниками зимой обнимаюсь звоните я вас научу это на самом деле очень элементарно в моей жизни есть человек который закапывал в нос и жил три года с каплями три года с каплями мы за полчаса эту ситуацию решили если честно я сама была в удивлении до сих пор в удивлении у него были обиды на двух девочек у него были две девушки в жизни вот одна его обидела его мужское начало и вторая вот он обиделся не насморка ничего не было просто заложенный нос он не мог не дышать не не слышит носом ничего и он постоянно но вот на нафтезине на капельках без глубинного погружения просто сняли эти две обиды каково было мое удивление мое даже удивление что у него я думала не отработал потому что он не в глубоко то есть он вот здесь его телом работал но не было там серьезных спецэффектов как обычно я это делаю с глубинным погружением мы отработали обиды прямо меньше полчасика мы даже потратили писать у него следующий день задышал нос и вот полгода уже он ходит и у него нос дышит я периодически смотрю это спрашиваю точнее и улыбаясь его да мне самой не верится я думаю да ну да ну ладно так вот бывает ставьте бывает вот просто нос задышал у человека нос это если у вас заложенный или там течет если у вас внутренний гайморит это вообще капец гамморит это хроническая обиженка сопли это слезы души это у вас большая претензия к миру у вас большая обиды к миру к людям то есть это очень высокий уровень гордыни я и вот как 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 она со мной или как он мог со мной понимаете вот все говно а я весь такой вот прям мягкий чистый пушистый неприятности нет есть обратная связь от вселенной смотрите что в вашей жизни происходит вы не хотите меняться вы в позе в оппозиции к миру чтобы мир подладился под меня но так не бывает так не бывает что рядом с вами на происходит какие уроки мир несет если вы эти уроки извлекаете у вас путь расчищается и у вас все волшебно пушисто и все складывается прям наилучшим образом организм нам подсказки дает вот там где у вас заболела там у вас блок туда нужно идти спускаться и не выкручивать лампочку а эту задачу нужно решать если геморрой нужно посмотреть с чем мы не расстаемся с какими старыми установками мы не можем расстаться если частое горло центр принятия за решений то есть мы боимся говорить своим голосом мы боимся сказать нет мы вообще боимся разговаривать мы как бы вообще вот на придавочки разговариваем я в принципе могу все видео так рассказывать если вы меня не знали мой настоящий голос вы подумали что это мой но все каждый чувствует что чё-то маленько как-то не то немножечко у тетеньки происходит послушайте вот вы послушайте себя вы своим голосом разговаривать посмотрите на свое окружение и большинство людей разговаривать не своим голосом у них как будто здесь придавка ну правда же я сейчас не кричу я спокойно говорю но вы же слышите что говорю своим голосом так вот это центр принятия решения самое обесточенное нос это обиды язва желудка гастриты это человек который очень долго пережевывает как корова жевачкой желудком желудок на тонком плане отвечает за приваривание пищи и минуточку желудок на физическом плане отвечает за переваривание пищи а на тонком плане за то чтобы усвоить энергию информацию и вот что-то какое-то событие произошло человек не принял он начинает его жевать жевать если возьмете джинсы начнете тереть волокна начинают ушаркиваться это гастрит а когда мы дотерли уже до дырки это язва вот все просто на самом деле все просто если вы посмотрите на ваш организм что он вам подсказывает это все можно разобраться вот любая вопрос вопрос гинекологии это ваша претензия к мужчине к мужчинам а грудь мастопатия это вместо вот здесь фигушки 2 то есть вот так вот вы закрыли и никому ничего не дам то есть центр дать и взять то есть вот вот видео вы чувствуете сколько любви туда отдаю но вы же слышите эту энергию то есть я просто отдаю вот даже не знаю кто его будет смотреть у меня один из любимых мужчин стоит за камерой то есть меня снимает ливан и я с ним разговариваю вот прямо любовь он стоит улыбается и я понимаю эту энергию я ему отдаю и он мне и вот мы снимаем видео и вы это чувствуете вот центр дать взять и как раз закрывается энергия останавливается потом молочные железы летят на хирургическом столе задайте вопрос какая психосоматика вас еще интересует мы вам сделаем в подарок еще одно видео всех благодарю звоните пишите благодарю за обратную связь что и 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